Сначала они учились петь все вместе, при этом слышать должны были только себя. Потом они взяли в руки микрофон, а спустя еще пару недель им пришлось собрать воедино и вокал, и хореографию, и актерское мастерство. Так мечта Каролины Мерешниковой на проекте «Хочу петь» постепенно начала исполняться. Это одна из последних репетиций ее номера. Признается, о прощании с проектом даже думать не хочет. Самое страшное было в проекте – это успеть на каждое занятие и стараться на полную мощь. На вокале сложно было заниматься, потому что я не хочу ни на какие занятия вокала. Для меня это новое. Мне очень грустно. Я буду ждать, когда у нас в Гродно появятся еще такие проекты. Особенность проекта – совершенно разные участники, а значит композиции и образы уникальны. Пока конечные номера и костюмы остаются для зрителей загадкой, некоторые будущие артисты даже сейчас не могут решить, в чем будет изюминка их номера. Но точно знаю, что врезаться в память людям в зале нужно любой ценой. Почти 60 участников. Каждый день вместе не только на сцене, но и вне ее. Дружеская атмосфера проекта не просто на словах. Не заметить ее, а главное – не прочувствовать просто невозможно. Даже сейчас, когда время для репетиции на сцене ограничено, они стараются не задерживать друг друга и продолжают повторять песни даже в коридоре. К примеру, Антон и Наталья уже привыкли к такому формату работы за все время проекта, где они только не пели. Говорят, в каждом помещении их песня в два голоса звучит особенно. Признаются, этого и атмосферы проекта будет не хватать. Прикольно приходишь, Антоха, здорово, тебя не хватало, или там поешь с кем-нибудь, и ты понимаешь, что человек реально вырос. Слушая на первых репетициях, что человек показывал, просто вот это я хочу спеть, и что сейчас у него получается, вообще крутяк. На вопрос, что важнее – бесценный опыт на проекте или все-таки приз? Абсолютно каждый отвечает не ради награды «Пришел сюда». Конечно, в «Хочу петь», как и в любом другом конкурсе, есть свой победитель. Но только здесь не один, как принято, а все. Каждый из членов жюри будет выбирать своего фаворита. И этому человеку, этому участнику будут дарить подарки. Кроме того, у нас подарки получат все участники. То есть это будут и дипломы, и какие-то приятные мелочи, но и крупные подарки уже от спонсоров, от жюри, от всех. Ну, то есть подарков будет много. Не будет такого, что один человек – победитель всего-всего проекта. То есть у нас победителей много. Только вот по-настоящему выиграет тот, кто научился получать удовольствие от каждого момента проекта. А призы, они хоть и ценные, приятные, но отходят на второй план. Однако удивлять своими талантами участники все-таки собираются. Туристическая фирма «Пять звездочек» подарит тур в скандинавские страны победителю, который покажет себя на сцене, умение держать себя на сцене, вокальные данные, артистичность, индивидуальность, харизма. Ну и, конечно, вокальные данные будут рассматриваться. Считанные дни остались до того момента, как мечта каждого из участников исполнится. 20 мая они выйдут на сцену и споют свои любимые песни, так как еще никто и никогда их не слышал. Но самое главное, говорят участники, чтобы зритель их полностью прочувствовал. Яна Мельниченко, Евгений Руселевич, Новости Гродно+.